Так, сегодня я буду менять руль Приехал вот такой вот Отличный руль из Тбилиси Я буду менять Вот этот прямой На рогатый Вот так Так, ну что Вот и заменил я руль Не заменил руль, потому что Диаметр его больше Чем Вот этих ручек На переключателях и на тормозах Короче, завтра Надо будет велик везти В Батуми Не знаю пока каким образом Чтобы там в мастерской посмотрели Мало крови без замены Вот этих вот ручек Продолжение истории с велосипедом И рулем Следующий день, времени 7 утра Сейчас будет поезд до Батуми И я уеду с великом туда В прошлые выходные я ездил В Кутаиси, на полпути ночевал И с утра Тоже так же вот стреляли Сейчас времени в 7 утра И я прям решительно не понимаю Что происходит Что за традиция грузинская Полить Полить в 7 утра Вот часы 7.05 Так, я уже в Батуми на набережной Обожаю это место Сейчас я поеду в Киевси Возьму крылышек огненных К которым меня приучили Ребята из КЛД И поеду на море Покушаю Через пару часиков Уже можно будет ехать в мастерскую А вот три яхта Кстати, зацените тачку Это Такой гидроцикл Который выглядит как машина Я много видел Таких видосов в интернете Такая вот штука В России продавались Что-то по полтора миллиона Такое себе, конечно Здесь на воде Я еще ни разу не видел их Приехал душевно посидеть на площади Где Киевси и Макдак Но в итоге выяснилось, что Макдак вообще откроется только в 11 Потому что у них какие-то проблемы технические Сейчас времени 10 минут 10 Поэтому обломилась вся история С Макдаком Киевси Пойдем сейчас Что-то искать другое Шоу радио кафе И вот это достойная замена Макдаку и Киевси И все, я считаю За 15 варим Так, ну все, я на месте Вот он, веломан экстрим На Пушкина 116 Потом и Скорость должна открыться И отдаем велику на профилактику И установку руля Так, немного апдейтов Я такой радостный ехал Велосервис В итоге там пришел чувак И мы с ним просто разосрались Вообще в хлам Там едва до драки дело не дошло И, конечно же, я не стал оставлять там велик Поэтому все планы мои пошли наперекосяк Я купил запчастей Буду делать все сам И в 7 вечера поеду обратно В кабулете на электричке Не хочу сейчас ехать На Своим ходом Вот уже был В Зоомагазине Купил вкуснях Собаки И корм И сейчас попробую съездить В район Взлетки Там я видел указатель на какую-то велотропу Хочу посмотреть Времени Есть Сейчас пол первого А поезд у меня только в 7 часов Посмотрим на велотропу Так, еще небольшой апдейт Продолжаем документировать мой день Я нашел указатель Про который говорил Вот Мервети Велотропа Типа какая-то 25 километров Я погуглил Мервети Это водопады 25 километров отсюда Вот И я не еще понял Там, что за дорога То ли это вело Какая-то тропа То ли это просто по дороге Можно доехать по автомобильной Но прикол в том, что Я сейчас, скорее всего, туда поеду Получается 50 туда-обратно Времени у нас сейчас Без 10 часов Вот Мне надо заехать в магаз Купить воды Купить какой-нибудь перекус И я повезу Короче 3 килограмма собачьего корма С собой Руль И запчасти Которую я хотел отдать в мастерскую Которые у меня вот там вот висят В рюкзаке Вот В целом это все Так что вписываемся Едем в Мервети Сначала в магаз Так Небольшой апдейт Я уже направляюсь в сторону водопадов Проехал километров 10 И Был в магазе И выезд из Батуми был просто по таким ебеням Просто жесть Даже не было сил Чтобы снимать Вот Сейчас продвинемся еще немножко Времени пол второго Конечно дороги Не сравнить с турецкими блин Вообще никак Быстро к хорошему привык И сейчас немного еду И по-тихому Говоря по-русски Охуеваю Ладно 10 километров Так Небольшая остановочка Показать что вокруг Вокруг Круто на самом деле Красиво И такие горы начинаются Дорога идет по низу Ущелье этого Не знаю сколько еще осталось Чуть меньше Там может 7 Километров Класс Но дорога очень узкая Всего 2 полосы И Машина ездит быстро очень Поэтому Конечно Турция научила меня хорошему И я теперь Таскую по турецким дорогам Которых Огромная полоса Широченная За сплошной справа Метр два наверное шириной И ты на ней можешь делать все что хочешь А здесь 30 сантиметров И все Но классно Еще можно про выезд из города Рассказать Это вообще конечно было ужасно Представьте В каждом большем городе Есть такой вот район Он На окраине находится И через него проходят трассы И он такой весь пыльный Грязный Постоянно ремонтирует Канализацию Воняет Маршрутки Люди на остановках И вот это все в одном котле И вот Это вот сейчас мне пришлось преодолеть Вообще Это было неожиданно Насколько Близко Вот такие вот места Находятся от Фешенебельных Туристических центров Это буквально Пять минут езды на велике От набережной Батумской И просто Просто такая жесть Так Все В целом вроде Новости сказал Сейчас Поедем дальше Не знаю название Населенного пункта Кстати У которого мне надо сворачивать Сейчас посмотрю И буду смотреть на указатели Ух 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 Что то похожее На гэс может через нее поедем еще немного проехал и такой открылся вид это действительно дамба и это действительно озеро офигенно красивое не знаю кто там называется классно такая кафешка, парк от лодок гостишка наверху, какой-то рестик собака попрошайка все как везде классно ни разу не ездил в такие места особенно на велике вообще в таких местах еще не был супер круто так, я погуглил, что я узнал что отсюда можно дойти до какого-то водопада номер один что это озеро называется Аджарадскэлли что значит жарская вода вот я пристегнул велик надеюсь, что эта собака не вот эта собака не съест мой лаваш и корм до шайбы вот я хочу сейчас бегать наверх по лестнице на водопад посмотреть все все куда-то вот туда наверно это было классно сейчас сейчас наш путь идет вот туда дорога уходит налево с правой стороны должна быть церковь и от церкви будет отворот наверх горы а вот здесь находится первый водопад ну все передохнули едем дальше что-то не было церкви сразу появился отворот с указателем на waterfall и каньонинг два с половиной километра еще вот туда что-то я сейчас немножко приуныл сейчас немножко передохну и поеду дальше наверх вот живописная дорога она чертовски неудобная там что-то строят усиленно и очень много больше грузов идет фур и строительной техники и широкие машины очень они прям проезжают вплотную но ладно хоть почти каждая машина предупреждает водитель предупреждает сигналом что он едет вот но цикотно все равно короче пару раз съезжал на обочину даже так по звукам страшно приближалось что-то вот но чертовски живописно надо сказать так апдейтик я поднимаюсь в эту горку и что-то мне все грустнее с каждым шагом становится я весь сырой насквозь уже вот я иду пешком качу велик и и мне просто хочется хохотать от того как я сегодня не хотел вообще крутить педали и вот это все поэтому даже поехал на электричке Батуми чистенькие в кедах чтобы спокойно как горжанин съездить и не упарываться и в итоге что в итоге я уехал из Батуми по какой-то херовой дороге и теперь просто тащу в гору велосипед и еще мне осталось 2 километра такой дороги это вообще конечно времени пол третьего через 4 часа уже электричка и есть вероятно что я не успею на нее вот это все ах да еще забыл добавить что я тащу с собой в гору вот этот вот рогатый руль и 3 килограмма собачьего корма вот так вот офигеть какой вид профиль дороги немного выровнялся я даже еду на меня просто заливает потом вот еще около километра где-то примерно на скидку еще судя по карте мне осталось 600 метров до водопада но там еще немножечко пешком и я уже как говорится готов я все сырой насквозь и это конечно тяжко я к этому не был готов но с другой стороны когда бы еще побывал в таких местах и повторюсь удивительно рядом это все находится от фешенебельных туристических районов Батуми поразительно рядом вот сейчас я наверное от Батумской набережной где-то в двадцати километрах примерно двадцать пять может двадцать вот так вот все попил водички передохнул 600 метров вперед так я дошел до какой-то площади так каньоне пикникерия ватерфоллс вот нам пока на ватерфоллс ни к чему другому я пока не готов даже есть детская площадка с обалденным видом Класс круто здорово так я оставляю велик беру лаваш и воду дальше иду пешком две бабульки мне сказали здесь только так водопады есть не только ногами я оставляю двигаюсь дальше что-то запись моего похода спонтанного получается как оба вагата нытьё я вот сейчас хочу поныщиться я еду в кедах иду точнее здесь сейчас по этим гористым местностям кедосах блин за двадцать лар китайских хотя у меня есть дома нормальная обувь для таких условий но нет педы тем временем я спускаюсь вот в такое ущелье здесь достаточно водопадно но я пока не знаю где локация конечная финальная финальная твердая и четкая твердая и четкая тесто для пикника с печкой офигенно что-то собирают местные грибы что-ли или что-то какие-то фрукты так собирают они орехи ну я не знаю какие орехи подходим подходим вау 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 спуска достаточно такое что называется скетчи камни скользкие наехал только бы ноги не сломать руки там еще один каскад класс вау время сделать немного фоточек так немного про спуск и подъем сюда камни скользкие дерево понятное дело все огневое земля промокшая вчера авелина просто одно удовольствие просто одно удовольствие ну все иду на второй водопад так вот я вернулся к табличке указателю мы сходили на правые водопады теперь пойдем на левые до которых 100 метров какие-то гидротехнические сооружения любопытно подъем и подъем 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 удобный удобный камень прекрасно так идем на второй водопад старый панат подъем и терапия дирок есть такое подозрение а тут нет второго водопада здесь есть просто место где можно набрать воды отлично и посидеть классно что надо тогда умыться этой водой чудесной непередаваемое ощущение и муравей который хотел залезть в микрофон класс шикарное место удивительно что здесь не жрут комары и мошки удивительно у меня не выкладывается в голове что такое возможно так все я выдвинулся обратно времени 3 35 и у меня есть все шансы успеть на поезд и не успеть на поезд сейчас я торопиться особо не не буду по камням но меня радует что меня ждет почти трех километровый спуск и большую горку не надо будет ехать но там только по трассе там не сильно не сильный перепад высот еще радуюсь что отличная погода что я побывал в прекрасном месте в отличном месте и надеюсь что у меня все получится я не буду крутить педали до кабулете через два через эти два перевала что классное место оно определенно стоило того стоило всех моих мучений ну все мы покидаем это место шикарное место все а мы погнали наверх к велику вот наверно после дождя эти водопады выглядят очень внушительно еще более внушительно чем сейчас еще два каскады небольших и будет велик все двери в порядке я отчаливаю обратно мне сейчас дедушка грузин сказал на площади вот том селении что вот от этого флага короче надо пройти по тропе и там будете по водопадом высотой 80 метров пойду что делать вот так вот прям зайду и пойду в поисках дорожки надеюсь это никакой не пранк коровы орут куда идти вообще тропу я потерял похоже что ее здесь вообще нет пойду на звук да уклон конечно жесть почему-то одежда развешена на кустах на деревьях а эта тропа показана таким образом да типа здесь вот так иди вдоль сюда потом сюда потом куда ну понятно что вот это водопад вот он ну походу ниже не пройти он сказал что типа все не увидишь но часть увидишь ну вот видимо часть я вижу буду подниматься я сейчас что подумал наверное ходить то и не стоило туда отсюда блин больше видно чем снизу все продолжаем спуск и дорогу в город спускаюсь а уже не кипит только что а только что кипели тормоза он до сих пор очень горячий задние задние тоже очень горячие спускаться конечно намного приятней но и страшно потому что здесь нет никаких ограждений и если падаешь то падаешь скорее всего на глушняк пока остывают тормоза сейчас быстро съем сникерс подкреплюсь так ну что спуск вниз тоже пешком идет частично потому что уже два раза закипели тормоза уже осталось два витка серпантина до низа короче у меня сейчас пробег какой километражный пробег планируемый 25 до города и потом я так понимаю что еще километров 8 по набережной 8 10 до жд вокзала такой план времени сейчас 4 05 все шансы успеть есть так же как есть все шансы не успеть шикарно все пакую камеру до города уже наверно пока не буду снимать поспешу задувает с моря просто как в трубу вроде практически большая часть это спуск надо крутить педали потому что ветром тромозит просто жесть так осталось 4 и 2 до вокзала времени без десяти пять вроде пока все по плану так ну что времени без пятнадцати шесть я на вокзале вот та электричка которая повезет меня в кабулете билетики я купил стоит один лари там за этой электричкой стоит классный поезд штадлер скоростной сапсан ну типа сапсан вообще точно такой же как и сапсан который ходит в тбилиси о как они классно выглядят ништяк вот собственно и все есть сбитая такая фраза что если что-то хочешь сделать сделай это сам я сходил на рынок и купил за пять лари вот этот незаменимый инструмент и с помощью него все встало на свои места единственное что нужно сейчас доделать ну в смысле доделать но я сейчас это не смогу сделать нужны более длинные болтики и оплетка мягкая или можно изоленты я не знаю еще точно ну короче болтики нужны в остальном все отлично все тут плотненько все хорошо все ништяк я уверен что тот чувак сделал бы то же самое в целом и сейчас мне кажется странным за такое платить еще денег было бы вот так что отличные новости руль на месте так что под начинающийся дождик я замучил такую оплёточку из обычной изоленты вот думаю что на первое время мне более чем хватит какую то слишком мягкую губку не хочу сюда делать вот ну все собственно осталось заказать болтики в одном из магазинов батумских и подождать пока придет крепление для камеры поставить крепление для телефона и в целом это все что нужно и не терпится опробовать уже в деле этот руль вот сложно как бы говорить о том удобнее или нет вот покатавшись вот здесь 10 минут но мне кажется что такая посадка более низкая спереди она ну короче позволяет ехать дольше и быстрее надеюсь будет так вот 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 это это